Из областного центра в очередной раз отправляется гуманитарный груз в Луганскую Народную Республику. В понедельник лидеры фонда «Мир без войны» и общественной организации «Мы» загружали машину с собранными посылками. В коробках в основном вещи – теплая одежда, шапки, обувь для детей и взрослых. Груз собирали больше трех месяцев. Организаторы рассказывают, мешки и пакеты с вещами приносили обычные жители областного центра, не только бизнесмены и предприниматели. Скажу честно, что в основном груз, который мы формировали, это груз для мирных граждан, которые находятся в Донецке или в Луганске. И непосредственно им мы оказывали помощь. Мы оказывали помощь больницам, мы оказывали помощь школам, мы оказывали помощь детским садам. Когда попадают в такую сложную ситуацию, когда уже неоткуда получить помощи, и вдруг здесь Россия начинает помогать, люди просто без конца счастливы, без конца благодарны. Груз формировали под заказ адресатов. В Лутугинском районе Луганской республики много погорельцев. Есть и те, кто остался без жилья после бомбежек. Они рады любой помощи. В прошлые разы я опрашивал людей, и бабушка вот стоит как бы в тапочке, в халате, говорит, вот у меня я вышла, соседки зашла, и поворачиваюсь в дом, взорвали, и ничего не осталось. И таких очень много людей. Поэтому прежде чем этот груз собирать, я позвонил, поинтересовался, нуждаются ли они, и помимо этого они запрос сделали о помощи. Гуманитарные грузы благотворители собирают по всей стране. В акции принимают участие больше 25 регионов. Все машины на границе объединятся в колонну, сопровождать которую будет МЧС. Таможенный пункт примет рейс из Иваново утром 29 марта. До адресатов посылки с вещами и продуктами дойдут уже в четверг днем. Данная акция проводится не в первый раз. Как обычно, главным управлением организован коридор на 29 марта. Подготовлены все таможенные документы. Организовано сопровождение данного груза через границу. Возможно, машину по дороге еще будут догружать, как это было в предыдущие годы. Сейчас вес еды и одежды составляет около трех тонн. Эрик Тадывасян сам родом из Донецка. Он задержится на Украине после того, как доставит груз еще на несколько дней, чтобы пообщаться с военными и мирными жителями. По традиции, Ивановский благотворитель привезет целый видеоархив о своем путешествии. Познакомиться с жизнью военной Украины без монтажа и цензуры можно будет на сайте мирбезвойны.рф.